Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале GuitarMoney. И сегодня у нас распаковочка очередной электрогитары Harley Benton из магазина Tomon.de. Ну что ж, погнали! Перед тем, как начать эту распаковку, я бы хотел вам рассказать небольшую историю. Гитара, электрогитара, которая к нам сегодня пришла, у меня уже была подобная. Гитара, которая у меня была, называется Harley Benton 2. А здесь у нас более новая модель, Harley Benton 3. Я думаю, те, кто следит за Harley Benton, уже догадались, о чем идет речь. Ну вот, была у меня эта электрогитара. И она мне безумно нравилась, вот честно, серьезно, она мне безумно нравилась. Я делал про нее много видео, потом я делал много обзоров другой, так скажем, педали, все такое, в которые я использовал эту электрогитару. Гитара безумно офигенная, особенно если учитывать за свой прайс. Она и звучала круто, и тактильно была офигенная. Там был печеный гриф, то есть гриф из печеного клёна. Здесь, кстати, тоже. И потом была такая история, что я попробовал одну, ну вообще я попробовал три электрогитары Хмельевской. И одна из них мне очень сильно зашла. Ну, мне зашли все три. Но одна из них была, как мне показалось, особенно. Это, вон там она висит, это мой Хмельевский семиструнный мультимензурный. Стоит она очень-очень недешево. И у меня тогда был день рождения. То есть, в конце лета, 30 августа у меня был день рождения. Примерно через какое-то время, ну меньше месяца, я попробовал эту электрогитару. И я понял, что я не хочу ее отдавать. То есть, мне ее дали на обзор. Типа, сделай обзор на вот нашу гитару Хмельевский. Потом мне ее нужно было отдать. Но я понял, что эту электрогитару я уже отдавать не хочу. И что я сделал? Я выложил на Авито на продажу пять электрогитар. У меня была какая-то сумма денег из тех, которые мне подарили на день рождения. То есть, мне какие-то деньги дарили на день рождения. Я их складывал и пока не тратил. У меня была какая-то часть денег. Как я говорю, я выложил пять электрогитар. До этого я еще продал одну электрогитару. Вот помню, по-моему, это был Epiphone SG-G400. И деньги, за которые я продал эту гитару, у меня тоже лежали отдельно. И, в общем, мне не хватало в районе 40 тысяч рублей. Я выложил пять или шесть своих электрогитар на Авито, на продажу. И одна из них была Fusion 2. Как, конечно, мне было ее не жалко, но мне, естественно, нужно было как-то выкупить этот Хмельевский. Ну вот, выкладывал я пять или шесть гитар, уже не помню, с тем расчетом, что вот, когда я продам одну-две гитары и покрою недостающую мне сумму, и остальные гитары просто сниму с продажи. Ну вот, только я их выложил, и все. Ни по одной электрогитаре мне не звонили, кроме Fusion. Звонит мне один человек, Fusion. Еще не продали? Я говорю, не продал. Все. Я сегодня, говорит, вечером не могу прийти. Завтра я точно приду и ее куплю. Никому не продавайте. Прошло полчаса. Мне звонит следующий человек. Алло, Fusion хочу. Продали? Я говорю, я еще не продал, но вроде как завтра придут ее смотреть. Я уже обещал ее показать. Так что, пока она занята, мне прям вот реально говорят, никому не показывайте, я сейчас приеду и буду у вас покупать. Ну, возможно, сейчас это звучит как-то необычно, но на тот момент это были супер популярные, видимо, электрогитары. В общем, я им говорю, не-не-не, чувак, не приезжай. Я говорю, завтра, если не купят, то я тебе дам знать. В этот же день мне опять вечером уже третий звонит. Алло, продали, не продали? Я хочу купить. Говорю, ну вот, ее приедут, потом там еще один человек уже вроде бы хочет. Если два человека не купят, то я ее продам. А между прочим, я бы, я не знаю, кто, есть люди, которые следят за моим Авито аккаунтом, я это точно знаю. Вот. Но я ее тогда выставил. Я знаете, как считал ее стоимость? Она стоила 34 тысячи. Доставка тогда стоила в районе... То есть, подождите, она стоила в районе 29 тысяч. Доставка на тот момент стоила в районе 3,5 тысяч. Плюс вот этот налог, который свыше 200 евро вы должны платить. В общем, я решил, что я эту гитару буду продавать то ли за 34,5, то ли за 34. И я думал, да, это дорого. Но если дешевле, я не хочу ее продавать. А если за эти деньги купят, я подумал, что я в любой момент смогу купить за эти же деньги точно такую же гитару. У меня купили. Первый человек, который пришел, посмотрел ее и сразу забрал. И все это время я думал о том, что какая классная гитара была все-таки. Какая классная гитара была. Какая классная гитара была. Прошло чуть больше года. На самом деле, год прошел, наверное, и 3 месяца, что-то такое. И вот, Harlan Benton Fusion 3 с печеным грифом, с двухопорным требола. Сегодня находится в той коробке. И погнали ее доставать. Ну, как всегда, большая коробка, куча бумаги, маленькая коробка. Вот она, маленькая коробка. Скотч был по кругу. Много скотча было. Наверное, раз, два, три, четыре, пять, шесть. В общем, семь мест со скотчем. Я его надрезал. И давайте доставать такой трюк от меня на ноги. Типа, вы первые видите эту электрогитару, но она вся замотана. И, конечно же, вы ее не видите. В сторону так. Немножко это было громко. Так, достаем. Гитара замотана. Вот так вот, смотрите. Она пупыркой замотана вокруг. Плюс внутри она еще вот в таком спененном, в спененном пакете. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть ключи, кстати. Не забываем про них. Посыпались вниз. Блин, сейчас буду собирать. А чего они посыпались-то? Дрявый, что ли, пакет. В общем, ключи для того, чтобы настроить гитару. И рычаг от двухотпорного тремола. А вывалилась вот эта вот штука, которая настраивает мензуру в пятки грифа. Как-то так. Ба-бам. Резиночка. Снимайся, резиночка. Hard Benton Fusion 3. Ду-ду-ду. Оба. Красотища. Ба. Как давно я от хиби ждал. Я от хиби ждал давно. Так, все эти бумажки в сторону. Вот у нас гриф из печеного клёна. Видите, какой он красивый. Красивый гриф. Достаем дальше. Кстати, локовые колки. Если кто помнит, что они здесь у нас локовые. Оба. Hard Benton Fusion 3. На мой взгляд, один из самых удачных электрогитар от Hard Benton. Что мы здесь имеем? У нас корпус Сапелли. Двухопорный тремоло Wilkinson. Звукосниматель. Хамбакер. Сингл-хамбакер. Все это Роузелл. Пятипозиционный переключатель. И первое отличие от Fusion 2. Это то, что здесь нет вот такого переключателя, который переключался с хамбакера на сингл. Здесь у нас теперь идет Push-Pull. Локовые колки. Офигенно красивые. Блестящая башка. 24 нержавеющих Lada. Давайте еще раз посмотрим на этот гриф. Так, как в сторону отойти, да? Чтобы он не на мне фокусировался, а на грифе. Офигенно. Офигенный. Сзади электрогитара просто черная. Дерево не видно. Я вот не помню, на втором Fusion 2 прозрачный зад был? Или точно такой же? Вот если честно, не помню. Ну что ж, друзья. На первый взгляд, все очень круто. Все очень шикарно. Давно я ждал эту гитару. И, наконец-то, она снова у меня. Так или иначе, о чем-то это договорит. Друзья, если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить полный обзор этой электрогитары. Если я найду какие-то косяки в этой электрогитаре, то я обязательно в скором времени уже сделаю об этом видео. Чтобы не ждать полноценного обзора и чтобы понимать это сразу. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Нас ждет много всего интересного. Обязательно нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о выходе нового видео. Ссылку на эту электрогитару и на все hardband, которые я советую к покупке, я оставлю в описании под этим видео. Так что переходите и смотрите. Меня зовут Сергей. И это был канал Guitarmania. Всем позитивного настроения. До встречи на YouTube. Субтитры сделал DimaTorzok